Час ЛДПР, могучиства и силы, Наш закаленный дуб не победит. ЛДПР, великая Россия, Мы никому тебя не отдаем. Мы берем людям лучшую долю, Все пиратства навек назовем. И врагов не славит нашу волю, Мы от бездных Россию спасем. ЛДПР, могучиства и силы, Наш закаленный дуб не победит. ЛДПР, великая Россия, Мы никому тебя не отдаем. Мы пройдем вашу кровь за свободу, Станем незакрушимой стелой. Пусть поверье укажет народу, И страну поведем за собой. ЛДПР, могучиства и силы, Наш закаленный дуб не победит. ЛДПР, великая Россия, Мы никому тебя не отдаем. 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 Крым уже снова наш, Русские Харькова и Донецкая Луганка, Луганска. Мы с вами, ведь вы и мы один народ. Сегодняшний митинг мы посвятим в том числе и этой проблеме для нашей страны, и прежде всего для русского народа. Слово предоставляется депутату Государственной Думы от Омской области Зелинскому Яну Викторовичу. Уважаемые мячи, жители Омской области, не дай вам Бог родиться во время перемен. Это слова великого китайского философа Конфуция. Он имел в виду то, что у нас на протяжении уже 20 лет идут перемены, и ни к чему лучшему не стремиться. Вся жизнь это перемены, но действующая власть и России, и регионы, и города Омска вы ощущаете на себе. Здесь у представителей очень много сельских поселений. Село кормило город. Что сейчас? Люди уезжают. Сельское хозяйство не датируется. Только что подошел мне один из фермеров и говорит преступные действия фермеров, которые живут в Омской районе. Они же уничтожают все сельское хозяйство. Вот до чего правительство довело наших фермеров. Многие здесь присутствующие горожане требуют о том, чтобы было газ в городе Омске, не в селе уже, в городе Омске был обеспечен по доступным целым. Неужели 100 тысяч рублей на одну семью это доступная цена для подключения на газ? Здесь есть один из лозунгов. Губернатор, уволь Жирикова, дай нам газ. Неправильно. Почему дай? Он наш, он народа. И Конституцию, если почитать все ресурсы, все богатства народа, прилежит нашему государству. Не должен такого лозунга быть дай. Мы не вопрошайки, чтобы требовать. Они обязаны выделять газ. За бесплатный газ. Есть такие страны. Пример, где газ, вода, коммунальные услуги не взымаются с населения. У нас не то, что взымается. В каждый квартал поднимаются цены. Разве это правильно? Разве мы заслужили такой жизни? Нельзя обойти тему с Украиной, которая уже с февраля месяца превратилась в другое государство, нацистское государство, в государство, которое правят не русские, правят бандеровцы, правят люди, которые незаконно пришли к власти. Люди умирают, особенно в юго-восточной части Украины русские люди умирают. Их убивают попросту. И не может защитить ни полиция, ни сами народ. Не зря министерство обороны сейчас проводит масштабное учение вокруг всей границы Украины. Не исключено. И мы поддержим. Если будут убивать русское население массово, это, к сожалению, должно случиться в ближайшую неделю-две, потому что окружен Донецк. Не подводятся медикаменты. Люди просто начинают сами умирать от нехватки воды, питьевой. Мы должны помочь нашему населению, русскому населению, ввести войска. Никого не убивая, защищая русский народ, защищая русские границы. Ведь вспомним историю, как Крым, как Харьков, как Донецк, Луганск, Славянск. Русские города. Не просто русские. Они образованы русскими князьями, русскими царями, русскими полководцами. Так почему мы должны сегодня отдавать наши земли, исконные? Я не считаю Украину чужим государством. Я не считаю Белоруссию чужим государством. Нет такой нации украинец или белорус. Есть одна нация русские. И не зря Киевская Русь начала выход с русского человека. И все племена, которые находились и в Твери, и в Пскове, и в Новгороде, это все русские люди. И должно сегодняшнее правительство, президент, понимать это? Без единой крови взять наши земли. Да нет армии Украины. Не сможешь она сама себя защитить. Или американцы войдут туда. Или Европа надо войдет туда, в Украину, войдет всю часть нашей русской земли. Или мы должны, плюс, защитить наших русских людей. И взять наши русские земли. Не захватить, а взять и воссоединить. Исконно русская территория должна воссоединяться. Спасибо. Селинский! 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 Селинский!